здравствуйте дорогие друзья я у художника из города днепр это бывший днепропетровск один из важных промышленных центров украины вот он такой украинский патриот и у него была что такая он мне рассказывал про его как это называется то искусство то бывает перфоманс да когда он там из окопа кричал типа рус иван сдавайся да где-то там на границе значит с российской федерацией вот а теперь он хочет рассказать нам историю искусства сотворения мира до будущего конца света это значит прелесть в том что не только вот прошлое историю искусства хочет охватить но и спрогнозировать будущее и чем все кончится вот спасибо большое пожалуйста игорь добрый день всем привет интернетом это наша уже вроде бы четвертая серия наших дебатов вы свой перформанс будете сейчас говорить или в конце передачи ну перфоманс вы не хотите вместо меня его рассказать о давайте я расскажу значит давайте ну что так это пускай это будет так это называется в искусстве это в музыке это называется кавер это чужие песни давайте перепойте мои песни все эти видеозаписи борис бояршинов записывает не просто так ради просветительской деятельности а еще и параллельно проводит такой перформанс или даже сказать еще можно этот перформанс классифицировать как он же борис бояршинов физик-испытатель или как вы там называетесь физик-экспериментатор экспериментатор да и борис сергеевич проводит такой эксперимент научный можно ли выжить на донат из ютуба а мне еще надо теперь забор строить это тоже еще и при этом построить забор железный забор который кованый требует от меня город поэтому поэтому в связи с этим большая просьба к вам присылайте ваши пожертвования на донейшн аллер киви кошелек яндекс деньги сбербанк пейпал это для иностранцев сбербанкский кошелек есть да и кстати даже с украины деньги на сбербанк доходят иметь это ввиду да да пока еще пока еще свифт не отключили можно и через свифт пересылать кстати может пока нас не отключили можете нам пересылать до окончания акции осталось только до дни в общем шлите все потому что борис бояршинов действительно в ваших донатах нуждается если бы не нуждался вот видите вот вот видите вот хорошо как сделал лучше чем я по моему он попросил лучше чем я а я спасибо большое пожалуйста конечно мне кажется в вашем исполнении это звучит более так ну понятно в авторском исполнении называется да понятно ну так слушаем теперь от сотворения мира до конца света эта лекция у меня уже будет повторная лекция первая такую самую я записывал сросовым это такой пермский историк но он почему-то потом эту лекцию удалил видимо она ему показалось по каким-то причинам не прошла цензуру где-то неделю повисела и он его убрал так что повторим но вот те кто видели эту лекцию говорят что совершенно удивительный новый взгляд на живопись может быть он и не ударил просто ее не вам не видно почему-то не нет он ее не удалил он ее просто сделал закрытый доступ но почему-то другие это лекции в открытом доступе а мою закрыл ну в общем видимо видимо просто там таким спросом пользуются что на этом можно заработать так вот значит у меня совершенно нетривиальный новый взгляд на историю искусства и точнее на и значит это мое собственное авторское видение как действующего художника абстракциониста то есть это я не просто излагаю вам какую-то концепцию изложенную в учебниках общепризнанный или не общепризнанный а это есть теория которую я я как сам действующий реально действующий художник абстракционист я так такой вижу мировую историю абстрактного искусства от сотворения мира и куда это все идет в будущем в общем то вот краткое такое вступление перед лекцией ну а теперь поехали первый пункт сотворение мира и так я согласно вот этого моего нового такого ну с вот этой точке зрения с которой я предлагаю смотреть на историю абстрактного искусства я предлагаю рассматривать появление абстрактного искусства уже в момент сотворения мира. Что доказывает... И для чего я вообще это говорю? То есть, одно из главных мыслей, которую я сейчас хочу протащить сквозь всю свою лекцию, что абстрактные произведения искусства существуют независимо от художника. Абстрактные произведения искусства, они существуют сами по себе, и художники просто открывают уже существующий мир, который где-то во Вселенной есть. Но еще до того момента, как появились художники-люди, абстрактные формы, полностью вписывающиеся в критерии абстрактной композиции, уже существовали во Вселенной. Значит, в качестве иллюстрации я хочу вам показать вот что. Давайте начнем с того, что на уровне космическом, на глубоких космических далях миллиарды или там сотни миллионов световых лет телескоп Хаббл смотрит вдаль и наснимал там кучу дивных, прекраснейших фотографий. Наверное, даже есть в интернетах хит-парады там, например, вы можете пробить в поисковике, как говорится, загуглить в Яндексе, посмотреть там список десять самых красивых фотографий, сделанных телескопом Хаббл. Вы, Борис Сергеевич, точно наверняка эти фотографии видели? Я вас не слышу. Может быть, может быть, я пожал плечами. Ну, просто я эти иллюстрации... Перформанс делаю. Да, я эти иллюстрации не припасал, потому что я думаю, что все-таки наша аудитория, точнее, ваша аудитория. Ну да, да, да. Люди достаточно эрудируемые, эрудированные, и все и так знают. Ну, а если даже не знают, то перед вами, да, можете гуглить в Яндексе, как говорится. Десять самых красивых фотографий, сделанных телескопом Хаббл. Все. И среди них вы увидите замечательные абстрактные композиции, которые полностью соответствуют критериям абстрактного использования. То есть, вот мы фиксируем тот факт, что уже на уровне астрономии, уже в первые моменты сотворения Вселенной, когда еще только формировались астрономические объекты, мы уже видим большие абстрактные композиции. Следующий шаг, следующий этап эволюции абстрактного искусства или проявления абстрактного искусства – это биология. В качестве биологического такого абстракционизма я предлагаю рассмотреть композиции, рисунков на всяких рыбках тропических. Вот я забыл, как они называются, но вот тоже можете ввести хит-парад самых красивых тропических рыб из барьерного рифа. Тоже там будут удивительные абстрактные композиции. То есть, вот мы видим в живой форме. Точно так же есть на растениях очень красивые такие, на цветочках, на листиках, сами формы листьев. Вот как это, по-моему, фикус называется такое растение. Такой лист очень красивый. Что-то вы, Борис Сергеевич, что я вам не говорю, а вы все говорите, не знаете. Вы обычно все знаете, а это как-то вот не знаете. Так вот, значит, в биологии точно так же, на биологическом уровне эти несмышленные, казалось бы, рыбы, или те же тигры, которые в полосочку. Ну, больше тигры все-таки у них композиции более простые. О, бабочки. Вот, еще на бабочках очень красивые композиции. Казалось бы, вот эти вот несмышленные зверьки, а каким-то образом они улавливают абстрактные такие композиции. Я бы это назвал абстрактные поля, которые воздействуют. Вот как, я бы это так сказал. Вот, когда мы стоим в поле среди бела дня, то от солнца отбрасываем тень. И вот тень, это есть проекция тела человека на асфальт, например. И вот есть некое сияние абстрактного искусства, которое каким-то образом проецируется, проходит сквозь вот эту биологическую форму, и на крыльях бабочки появляется проекция этого абстрактного мира. Именно так абстрактный, вот этот вот абстрактный космос проявляется в нашей вот реальной твердой материи. Следующий этап появления, ну, развития абстрактного искусства, это уже непосредственно связан с людьми. Вот тут жаль, конечно, иллюстрации нет, но вы можете зайти, там в комментариях к видео Борис Сергеевич все время пишет мою страницу в Фейсбуке, там можете промотать немножко вниз посты, там есть такой пост, фотография такая, вот и на нем написано мизинский паттерн, такой амулет. Видно, что он древний, такой вот светлый, он такой и на темном фоне, он из кости сделан. Ему 20 тысяч лет, вот еще раз повторю, мизинский паттерн, ему примерно 20 тысяч лет. Его нашли где-то на границе между Украиной и Белоруссией, с украинской стороны, и он где-то в украинском музее хранится, вроде, если я, если я не путаю. Ну, в общем, это считается одним, это считается самым древним артефактом, на котором изображена абстрактная композиция. Возможно, это было и в других частях света, и возможно, было и древнее, но просто на сегодняшний момент в официальной такой академической исторической науке вот этот мизинский паттерн, он считается как самый древний такой артефакт. То есть 20 тысяч лет назад уже было абстрактное искусство, которое уже непосредственно рисовали люди. Вопрос о том, что появилось раньше рисование абстрактных картин или рисование реалистических бизонов на пещерах типа Альтамиры. Вот я вот много, ну, можно сказать, всю жизнь об этом думаю, и я не могу склониться ни к одной из версий. И также я не могу принять ту версию, что оно появилось одновременно. Вот тут я могу сказать, что изучив все возможные факты, которые этого касались, я могу сказать, что я не могу склониться ни к одной из версий. Ну, так вот, это я немного отклонился. Итак, значит, следующий этап после рыбок, это третий этап, это когда уже абстракцию начали рисовать люди. Люди начали рисовать абстракцию непосредственно на разных предметах быта, ожерельях, коврах персидских, скатертьях, платочках и так далее. Вот даже на вашей рубашке в клеточку тоже это считается абстрактный такой паттерн. Такс. Итак, подведем итог, что абстрактное искусство, во-первых, было от сотворения мира раз, а во-вторых, в виде всяких узоров на разных бытовых предметах, эти абстрактные композиции существовали два. И еще один из ярких примеров древнего такого абстракционизма я бы назвал это керамика трепильска культура. Вы когда-нибудь про такое слышали? О, Борис Сергеевич, вроде бы такой, казалось бы, образованный человек, а не знаете, но не знать о существовании керамики трепильской культуры, это все равно, что не знать о существовании египетских керамик. Так что вы вот этот пробел в своих познаниях обязательно как-то восполните. Я знаю трипольскую культуру. Да, вот эта трипольская культура, это просто по-украински сказал, она так называется трипольская. Это вы знаете, А вот трипольскую это мы знаем, конечно. А вот трипильскую нет, первый раз слышу. Просто я привык по-украински это называть. Ну да. На автентичной мове, да. Это как вот есть картина Мунка, Крик, знаете такую картину? Так вот, считается таким шиком, если вы в каком-то арт-сообществе скажете, что ее назовут не Крик, а Скрай. это на норвежском языке она так. Так что имейте в виду. А как по-украински будет Крик? Да, наверное, так и будет. Крык. 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 Крык, Очень как Крык, честно говоря, я просто этим словом никогда не пользовался, никогда не задумывался, как это будет по-украински. Требельская культура, тем не менее, въелась. Да, будет Крык, потому что Крычат, это Крычат, это Крычат, это украинский, значит Крык. Так, значит, движемся дальше. Итак, я вам рассказал сейчас и опроверг, скажем, главную идею о том, что якобы абстракционизм появился в начале 20-го века. Вот я вам сейчас на примере фактов показал, что все эти абстрактные формы в той или ином виде были от сотворения мира. вот этот древнегреческий меандр, который они рисовали, которым, кстати, украшено в МХТ зал, это все, понятное дело, абстрактное искусство. Любой узор это абстракция. Да, еще забыл промежуточный второй шаг. Первый шаг у нас вот эти формы галактик красивые хаблом снятые. Второй это вот эти кристаллы или разные камни полудрагоценные в разрезе. Малахит. Это уже минеральное царство. Потом на уровне зверей, рыбки, бабочки. И дальше следующий шаг это уже вот эти абстракции на персидских коврах и всяких костяных амулетов. Я должен еще вам сказать, что как представитель страны, где живет много мусульман, я вам скажу так, что не забывайте, еще была арабская культура, где, так сказать, фигуративные изображения не одобрялись, но у них искусство каллиграфии поднялось буквально вот для таких высот, которые уже можно сказать, это некое вот абстрактное искусство. у вас пропал звук почему-то. Теперь он, наверное, появился. Появился, да? А это, наверное, потому, что я молчал. Значит, насчет абстракта арабского искусства, давайте уже как бы немножко, поскольку у нас середина лекции, можно сказать, середина пути, отвлечемся немного на абстракт арабское искусство. Из-за того, что там Коран вроде как запрещает рисовать реализм, там у них вот эта главная ставка была сделана на всякие абстрактные акции. И он у них очень сильно развит. Но именно вот этот старинный абстракт. И вот смотрите, интересная какая вещь. Помните, все началось вроде бы как самое яркое в нашем медиапространстве. Это начали сносить памятники Ленина, а потом как-то следом вроде как начали в Америке сносить памятники вот этим генералу Ли и всей остальной вот этой вот компании чуть ли не Джорджу Вашингтону начали сносить и там обливать их грязью и так далее. И вы еще на эту тему комментарии делали. Так так вот я тогда призадумался видите ну на сегодняшний момент делая любой реалистический монумент любое реалистическое произведение искусства ну вот если мы вот рассуждаем так что если я допустим просто приведем пример вот я как-то в Праге когда рисовал на Карловом мосту я залез на Карловый мост как ни в чем не бывало на эти постаменты сел там уперся спиной об скульптуру ну и несколько минут я только расчехлился только карандаши подоставал тут ко мне этот полицейский подходит говорит а что это ты тут расселся я говорю ну что решил рисовать ты же не понимаешь это же тебе не просто какая-то парковая скульптура это же музей это ты считаешь просто под открытым небом поэтому тут надо себя вести как в музее тут нельзя вот так лазить по вот этим камням и садиться где попал это тебе это тебе не парковая какая-то скульптура так вот вот эти памятники генералу Ли и так далее это же на самом деле это не просто какие-то там вот эта парковая скульптура не баба с веслом а это все-таки считается как музей под открытым небом и под такой же самой логике можно прийти сейчас в Третьяковку и начать там жечь картины с изображением Ленина Сталина потом этих вот не говоря уже про всяких там вот это вот где Иван Грозный убивает своего сына ведь на самом деле ну с художественной точки зрения это одно из выдающихся произведений мировой живописи но его вот именно вот это вот его нарративная сторона сюжет конечно там получается уже как бы и не политкоррект и вот развивая так тему ну любому человеку которому сегодня который считается герой ему ставится памятник художник вкладывает в это усилие а завтра потом это все идет под сно и я так начал рассуждать ну логично было бы тогда если бы изначально было как в исламе запрет на реалистическое искусство то тогда бы вместо памятника генералу лист стояла какая-то абстрактная композиция но все равно понимаете вот эти вот любители политкорректности они бы начали ссылаться на то что а это памятник сделал некий скульптор который был фашистом или там южанином или еще кем-то или коммунистом и все вот помните был такой я забыл его имя но очень знаменитый был в третьем рейхе очень крутой скульптор был не вспомните как его зовут ну у них в общем там был какой-то просто свой фашистский микеланджело там действительно великие скульптуры я не знаю какая их участь но или взять тот же самый в учете коммунист казалось надо фактически все это памятники ленину сколько он сделал что их уничтожать или вот они стоят в каких-то местах ну вот в учете он соорудил памятник ленину или тот же самый вот в учете памятник ну или вот например летали американцы на луну да этот проект возглавлял бывший офицер СС он экзекуцией над военнопленными значит управлял ими значит на своих заводах вернер фон браун что тогда отменить все полеты выбросить всю привезенную значит земли лунный грунт куда выбросить покажите да или как бы они же американцы объявили вот это место ну не объявили они не могут это объявить рекомендуют сделать с него мемориал на луне и предлагают ну чтобы никто туда близко не подлетал ну что получается этот мемориал уничтожить потому что этим проектом руководил фашист ну в общем-то так что вот эти наезды на искусство которые обосновываются тем что якобы это какой-то плохой человек изображен все-таки они ну при таком при таком подходе можно будет вообще на любое искусство наезжать и на абстракционизм в том числе поэтому докопаться можно до чего хочешь единственное что я бы хотел уточнить один момент чтобы не было вот сейчас таких вот спекуляций что я вот якобы сторонник того сторонник памятника Ленина в Учетниче ну это очень такой спорный вопрос и наверное не моя компетенция но я по крайней мере не готов высказывать а что делать с памятниками в Учетниче памятниками Ленина которые находятся в России но вот вот но вот например на Песарабской площади был памятник Ленину это в Киеве который скинули во время Майдана вот эти коммунисты они утверждали что это какое-то выдающееся произведение искусства и что это был какой-то акт вандализма ну вот мое мнение мое особое мнение как художника я не считаю что этот памятник Ленину который был на Песарабской площади это какой-то выдающийся памятник искусства да это хороший качественный такой соцреализм но это не Микеланджио поэтому то что эта скульптура ушла в усилим я считаю наоборот эта скульптура закончила красиво потому что ведь если бы ее просто взяли и перетащили в какой-нибудь музей коммунизма ну она бы там и дальше бы гнила и пылилась а так это ж какой был перформанс вы помните как он летел кувырком нет а сначала а сначала что несколько лет до Майдана ему еще нос отбивали молотком какой-то кстати студент Киевского политехнического университета да и у меня тут еще один друг появился забыл как его зовут сейчас не смогу глянуть тоже это благодаря вот этим вашим видеороликам он постоянно смотрит он где-то примерно 4 или 5 лет назад закончил Киевский политехнический университет вот он вам передает отдельный привет спасибо большое видите в каком серьезном учебном заведении вас смотрят и вообще этот Киевский политехнический университет это что там этот Сикорский учился вообще вот на территории этого Киевского политеха когда заходишь ну там прям Оксфорд Киевский там такая архитектура ну очень красиво он же еще старинный ну в общем на фотках кому интересно посмотреть я в этом учебном заведении конечно не учился но выглядит очень пафосно очень серьезно прям вот реально такой украинский Оксфорд ладно это мы отвлеклись на памятники теперь продолжим продолжим а теперь дальше у нас появляется уже официальное абстрактное искусство 1910 год если я не ошибаюсь или 11 или 10 но вроде 10 Кандинский Василий Кандинский нарисовал первую в истории абстрактную картину чем она отличается почему же это считается у нас как бы официальным появлением абстрактной животы потому что что произошло вот в этом 1910 году несмотря на то что абстрактное искусство в виде всяких орнаментов и узоров существовало из покон веков Василий Кандинский институализировал этот жанр живописи он перенес вот эти вот узоры в картину на стене в раме то есть здесь вот существует такой вот формат искусства картина в раме на стене которая и называется вот этой классической такой живопись и вот на эту территорию в это пространство вот этой скажем такой живописи в раме на стене Василий Кандинский перенес абстрактные образы и это он сделал в 1910 году именно в этом и заключается его великий исторический подвиг и его великое открытие то есть смотрите как вот удивительно как делаются открытия казалось бы ну что мешало 100, 200, 300 лет назад это сделать но только в 1910 году мысль человеческая дозрела до того чтобы вот эти вот назовем так просто говоря каляки-маляки что по сути дела у него там и были эти каляки-маляки перенести в пространство картины в раме на стене и с тех пор понеслось значит появилась Кандинский и вот я значит когда отслеживал всю историю абстрактного искусства я обратил внимание что в первые 20 лет после появления абстрактного искусства художники-абстракционисты ну были далеко не Микеланджело и не Рафаэли ну так рисовали что называется как могли ну не последние художники но точно не первые в плане умения рисовать не Рембрандт но это были крупные мысли и вот интересная такая штука что вот картины которые были нарисованы в первые 20 лет ну там примерно 10-15 художников которые этим занимались все остальное художественное сообщество не воспринимало как что-то серьезное сейчас если сейчас этих абстракционистов развелось немеренно то тогда очень-очень инерт общественная инерция была такой что ну не способны были люди оценить что вот открылось новое пространство для искусства и это десятилетия Мишко и вот в первые эти 20 лет сформировался можно сказать русский авангард и как это ни странно ну русский авангард конечно это называется но куда же без немцев потому что хоть он и называется русский авангард но в России Россия это как раз та страна где искусство просто вот уничтожается тут просто какой-то ну самый настоящий гулаг для художников и поэтому абсолютно все русские художники в том числе и украинские они строили свою карьеру на Запад и весь вот этот русский авангард который называется русским авангардом на самом деле это made in Germany who are fact кто-кто made in Germany говорю то есть сделано в Германии то есть вроде бы как по происхождению эти художники русские но рисовали они все это находясь в Германии и вот этот Bauhaus там был такой можно сказать назовем это так культурный центр по-современному тогда это было то ли колледж то ли школа и там в общем было такое вот рассадник абстракционизма потом фюрер эту лавочку прикрыл так вот значит вот появился этот вот русский авангард который представляет из себя знаменитые такие имена Кандинский Малевич Эль Лисицкий кого вы еще вспомните Круги какой-то там рисовал забыл как его зовут ну в общем их там штук 5-7 имен вот этих русских авангардистов и к ним еще примкнувшие какие-то там швейцарские чешские чешские абстракционисты он 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 к русскому авангарду не относится никаким боком но он тоже один из первейших абстракционистов который там чуть ли не в первой пятилетке уже начал рисовать абстракции его зовут вы не помните нет Кубка Франтишек Кубка вот а да кстати хочу вам сказать еще такую вещь что статья абстракционизм на русском языке в Википедии там на 80% это мой текст я ее несколько лет назад переработал творчески переосмыслил потому что там был такой бардак такая несусветная я ее я там не свою точку выдвигаю зрение я там согласна требованиям Википедии я более-менее там порядок найдем и вот все вот эти там исторические материалы фоцки и вот там к примеру приводится картина Кубки знаменитая которая хранится в Пражской национальной галерее и эта же картина на фотографии когда она была в первой выставке когда там в 1900 каком-то там годах древних и вот они вроде бы похожи но на самом деле если внимательнее присмотреться то там пропорции ширина к высоте этих картин немножко разные так это в чем же дело ну по всей видимости это две разные картины да может он просто обрезал нет там именно такая фотография видно что она не растянута а там просто просто очень похожая на другая картина нет он может просто холст переформатировать как говорится набить на новую раму так если бы он обрезал холст то отрезались бы элементы которые а там да так ладно значит так вот вот это явление русский авангард и вот оно появилось и в Германии оно нарисовалось но вот эти фашисты вместе с коммунистами фактически этот русский авангард и убили и так он и сканул в небытие да добавьте еще к этому авангард в архитектуре который назывался у нас он назывался конструктивизм и потом еще вы будете смеяться но Никита Сергеевич Хрущев он этот авангард в архитектуре возродил и ну вы знаете что он так негативно относился к авангарду в живописи была знаменитая выставка посвященная там юбилею Московского общества художников вот он там разнос устраивал но он очень одобрительно отнесся к авангардной постройки это называлось значит дом пионеров на Ленинских горах вот все думали ну сейчас сейчас разнесет нет ему понравилось и в то же время построили значит Артек ну это видим очередная версия Артека вот там такая была футуристическая там даже снимали фильм Туманности Андромеды что это вот мир будущего вот и еще это я вам так скажу что и в Москве начались эти постройки но все конечно вот к пятиэтажкам хрущевским относятся негативно но это вообще тоже авангард тоже авангард и это получило вот название в нашей архитектуре она называется сейчас я скажу модернизм не путать с модерном у нас есть модерн ну это арт-деко по западному и есть вот этот модернизм да это не арт-деко и не модерн это модернизм это например здание кинотеатра Пушкинский сейчас он называется это вот за спиной у памятника Пушкина там через скверик стоит театр мюзикл он по-моему называется вот и еще там два кинотеатра были один из них сейчас театр Армен Джигарханяна там сейчас находится это вот тоже был модернизм такой да вот вот это и он поддержал это дело вот при нем вот в архитектуре модернизм вполне себе въехал если вы помните стеклянную призму ее снесли потом на улице Горького называлась гостиница Интурист ну ее сейчас убрали сделали что-то такое совсем в другом стиле вот с какими-то пластмассовыми колоннами ну вот как-то так все по-другому зажило тогда да ну вот у нас все-таки модернизм это вспоминали в архитектуре вспоминали и мы были гораздо смелее здесь да вот все-таки вот в то время вот в то время ничего такого модернового на настоящем западе не строилось только советская Россия и Германия до Гитлера Германия до Гитлера ну там значит хорошо поработали бомбежки поэтому там значит нет мало сохранилось а вот у нас в России в разных городах ну наверное и на Батьковщине тоже есть на вашей на Украине тоже наверное где-то это есть ну так это подлинные шедевры вот например гараж два гаража причем один для автобусов другой просто автомобильный гараж Мельников помните такой еще он построил а Мельниково здание я все знаю да потом еще у нее есть свой дом в кривоколенном переулке на Арбате круглый такой оригинальный две спирали кирпичные так вот навстречу друг другу идущий пересекается вот он так умудрился построить ну это самый наверное есть такой жанр дом построенный архитектором самому себе вот это в этом жанре самый лучший дом считается так вот но одно время он был признан среди вот архитекторов которые такие дома коллекционируют скажем так вот он был самым оригинальным извините что вас перебил значит самое простое нет конечно это наоборот хорошо что вы я не только заборостроитель я еще увлекаюсь архитектурой так вот ну насчет того что Мельников что это признан самым лучшим зданием ну давайте так посмотрим правде в глаза Мельников это единственный вообще архитектор в России который что-то из себя представляет мирового значения поэтому совершенно естественно что именно его здание самое лучшее а не какого-то там Васечкин дальше вы говорили что то что у нас называется модернизмом модерном точнее на западе называется арт-деко точнее не арт-деко не арт-деко а ар-ну-во а ар-ну-во ну да да-да-да да yes 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 и еще один такой что мы сейчас все-таки говорим не об авангарде поскольку любое современное искусство является авангардом и даже готическая архитектура в 13 веке тоже была авангард мы говорим об абстрактном искусстве и поэтому если мы сравним здание в стиле барокко с зданием в стиле модерн но это не превратилось в абстракцию и там и там окна и там и там двери и стены и потолок просто форма другая поэтому концептуально такой вот разницы как между реализмом и абстракционизмом такой же разницы как между барокко и модерном такой разницы все-таки нет значит вы еще сказали что только вот в третьем рейхе и в советском союзе нет не в третьем рейхе это еще до гитлера до гитлера до гитлера вот в этой вот в германии и в советском союзе даже можно сказать еще в царской россии уже эта волна поднималась нет вот не помню вот царскую россию не помню там вот там нет нет не помню нет это было в советское время это как раз значит у нас много чего можно было того чего нельзя было за границей И вот это вот до того, пока Сталин, так сказать, расцвел, у нас вот такого, у Сталина были свои взгляды на архитектуру, и появилась вот эта вот сталинская архитектура, так называемая. Да, кстати говоря, вот как раз некое соединение, есть такой проспект Буденова, да, вот если по нему ехать, он, видимо, так застраивался, да, что там сначала идут дома, вот еще вот этот самый, как это сказать, конструктивизм, потом такой вот момент, когда конструктивизм переделывается в сталинское потихонечку, потом сталинская архитектура, потом идут, значит, обдирные дома, А, это которые вот, когда Хрущев пришел, так сказать... Недостроенные сталинские, недостроенные сталинские. Да, это вот сталинские, которые без декора, и потом, значит, Брежневки, и, наконец, вот эта вот современная наша архитектура, не знаю, как ее можно назвать, так сказать, Лужковская. То, что вы называете Брежневки, это называется этот вот, брутализм это называется. Брутализм, не знаю. И вот уже перед самым, так сказать, Буденовским рынком компьютерным, там уже вот последние постройки нынешние, да, дальше уже проспекты шоссе энтузиастов идет. Значит, по поводу вы еще уточнили, да, что вот это вот... Ну, во-первых, насколько я понимаю, нисколько это точно, что вот Мельников, он образование получал еще при царе-батюшке, и вроде как первые постройки он построил тоже еще при царе-батюшке. Понимаете, основной его массив, его творение уже при коммунистике стоит. Но вот смотрите, еще такой момент, вот вы говорите, на Западе такого нет. Конечно, основная... Ой, блин, основная... Сейчас. Основной массив таких строений был, конечно, на территории Германии, построен на территории России, ну, Советского Союза, правильно сказать. И когда коммунисты и фашисты погнали всех вот этих вот архитекторов, которые очень многие среди них еще либо были евреями, либо были ассоциированы как-то с евреями, все они ломанулись в Израиль, и еще и Тель-Авив отстроен точно так же, как какой-нибудь там Харьков, Минск и так далее. Да, Харьков и Минск тоже там есть несколько таких ярких примеров вот этого конструктивизма, да. Вот еще Тель-Авив, это еще один из мировых центров конструктивистской архитектуры, куда вот эти вот эвакуировались все вот эти вот архитекторы-конструктивисты, да, они не исчезли. Но точно так же это все строилось и по всяким там Америкам, Франциям и остальным, просто оно там размазано как-то тонким слоем по всей их территории, и нет такой вот точечной концентрации. Так, чтобы прям целые жилые массивы или прям, ну вот прям на каждом углу конструктивизм, да, это такого, конечно, во всех этих Америках нет. Но в Америке, допустим, очень популярный стиль поп-люкс, который был в 50-х годах, уникальное явление в основном это в Америке. Это вот следующая волна после конструктивизма. Потом уже пошел брутализм и все. А, и дальше был деконструктивизм. И на этом эпоха модерна закончилась. Ну ладно, это мы отвлеклись в архитектуру, а теперь вернемся к русскому авангарду в живописи. Вот этот русский авангард был немцами, коммунистами и фашистами, был фактически уничтожен и растворился в истории. Нет, он уничтожен не был. Эти дома как стояли, так и стоят, если их не разрушила война. Марий Сергеевич, мы говорим не про дома, а мы поговорим про живопись. Мы говорим про живопись. То есть картины эти где-то там в сараях или в складах лежали, но как культурное явление в обществе интернета не было. Да, ну вот, между прочим, да, вот в Советской России, в Советском Союзе их не уничтожали. Они, значит, конкретно попадали в запасники и даже передавались из музея в музей. И вот если сейчас вот устанавливать, так сказать, судьбу этих картин, а иногда там, значит, эти картины, когда висят сейчас в экспозиции, там рядом с ним, значит, эта сказка их описания, их жизни. Да, там они вот как-то их никуда не выбрасывали. Это когда фашисты уничтожали дегенеративное искусство. Ну, это фашисты, а у нас нет, у нас не уничтожалось. Что делали фашисты? Все равно они это делали показательно. Да и потом у фашистов была выставка дегенеративного искусства, которая пользовалась огромной популярностью, кстати говоря. Она гораздо большей популярностью пользовалась, чем выставка правильного искусства. Там она как раз через дорогу у них была в Берлине. Выставка дегенеративного искусства там. Она потом еще гастролировала по разным городам, нужно сказать. Мне это чем-то напомнило ситуацию, которая была в Советском Союзе. Знаете, вот были такие направления в человеческой мысли, которые у нас не приветствовались. И поэтому у нас были книги, так сказать, описывается так. Критика буржуазной теории права. Критика буржуазной теории, так сказать, искусства. Критика буржуазной экономики, экономической науки. Критика там еще чего-нибудь. Очень много книг было, где критиковалось кино западное. У нас-то его не было, кроме как где-нибудь на закрытых показах для, так сказать, кинематографистов, на самом деле. Чтобы они умели копировать, как только нужные идеи вставлять. А это вот и было. Помню, там был такой расклад, был такой термин, выражалось. Вот если прогрессивный режиссер, его у нас не показывают, но он прогрессивный. И у него там, значит, в его фильмах, как это называется-то, ошеломляющие физиологические подробности. А если это не прогрессивный режиссер, то это просто сцена бесстыдства. Вот это я помню. Вот я читал эти книжки в подсобном фонде библиотеки Ленина. Вот. Ну, продолжайте, пожалуйста. Извините, что я вас перебил. Так вот, а мы остановились на дегенеративном искусстве. Да, так вот, когда немцы сжигали это дегенеративное искусство, все-таки тамошние искусствоведы самые такие крутые произведения припрятали в расчете на то, что, ну, слушай, товарищ Шурер, мы, конечно, рады это уничтожить, но давай лучше мы продадим это нашим американским коллегам. А так для народа устроили показуху, посжигали какие-то менее ценные произведения. И по поводу того, что вот это вот дегенеративное искусство, ANNRTTR называлось так, это по-немецки, там же на самом деле выставка состояла из двух частей, и она гастролировала. И народ ломился, я уж не знаю почему, я думаю, это тот же феномен, как народ ломился на выставку там, Левитана, Серова и так далее. То есть никто никогда по этим музеям не ходит, а тут вдруг все эти, понимаете, все эти, я по-другому, тёлки, называемые страшным словом на букву «Б», они почему-то выстраивались в невероятной очереди для того, чтобы сходить на выставку Серова. То есть вот такой дичь, видимо, по всей, по какой-то такой причине, вся эта тоже немецкая братва, им прокомпосировали мозги, что это так круто, и вся Германия ломанулась на смотреть картины, которые они и так могли в любое время посмотреть, но в те музеи никто, как и у них, так и у нас никто не ходит. И там на этой выставке были одновременно образцы такого правильного искусства и образцы дегенеративного искусства. И как бы главный смысл выставки было объяснить народу, что вот смотрите, что вот эти все евреи мерзкие, как они испортили искусство наше арикское. В общем-то вот такой месседж. Ну, то есть я объясню популярность вот этих выставок. Вот, кстати, знаете, действительно, очень дикая очередь на выставку. Это на самом деле, ну, вообще-то, ну, в нормальном мире это, ну, такого не бывает. Это как-то, ну, ненормально. Ненормально, назовем это так. И когда выставка... А у вас на выставке очередей не бывает у Киеве? У Киеве. Вот, например, была колоссальнейшая выставка после победы Первого Майдана. Там же этот, Саакашвили участвует. Он же друг Кущенко. И они привезли из Грузии огромнейшую выставку Пиросмана Швили. Никакого ажиотажа не было. И вот даже, вот помните, бывает иногда в России у вас там выставка Мане, выставка Пикассо. Но там очередь все равно, ну, не километровая. Там есть, конечно, такая очередь. Ну, сколько там? Метров 200 она тянется. Ну, не 10 километров очень. У нас, помню, была небольшая очень выставка так художников-примитивистов. А откуда-то из Средней Азии, там у них в музее просто это собралось все. Ну, в общем, это было заметное событие. Вот, ну, очереди там от метро не было, но, тем не менее, туда надо было попасть. Давайте так. Я вот такую мысль хочу задвинуть, что вот это вот массовое помешательство на этой выставке дегенеративное искусство, которое по всей Германии гастролировало и толпами валили народ, имеет ту же самую природу, по которой толпами всех вот этих вот пролетариев ломились на выставку Серово. Вот я считаю, что вот это вот причина одна и та же. Тот же самый вот этот вот. Политика Рейха, назовем ее так. Это является как бы явление, свойственное политическим режимам Рейха-подобным. Так, ну ладно, давайте мы теперь как бы вернемся к нашей вот этой вот истории искусства. А то мы так и остановились на русском авангарде и не можем двинуться дальше. Так вот, мы остановились на том, что фашисты и коммунисты этот русский авангард практически уничтожили и стерли его из истории. Вычеркнули его из истории. И так он и не успел, скажем так, проявиться. И после войны появляется, у нас же появляется на горизонте, кстати, один из первых художников, он тоже к русскому авангарду не относится, он то ли в 911-м, то ли в 13-м, то ли в 14-м, ну где-то так, в первые годы, может в 11-м, но тоже. Это американский художник, он узнал о существовании Кандинского и тоже начал в Америке рисовать абстрактные картины. У него был какой-то там меценат, но в общем там еще тоже так вот. Дело в общем не пошло. Америка не поняла такое искусство, и никакого американского авангарда не поедет. Но после войны, когда вот эта вот Америка уже начала набирать новые обороты... Куда-то вы пропали. Звука нет, куда-то вы пропали. Меня сейчас слышно? Алло, меня сейчас слышно? Слышно, сейчас слышно. А то, когда ко мне звонят, бывает звук. Как ко мне позвонили, сейчас я отключил. Так вот, значит, уже есть куча разных версий, почему это произошло, но я просто буду констатировать факт, что после Второй мировой войны на горизонте появилась, скажем, на олимп абстрактного искусства вышла Америка. Впервые в мировой истории. До этого Америка, до Второй мировой войны, это считалось вообще захолустьем. Ни о каком искусстве вообще речь не могла идти, потому что, ну, передовыми центрами искусства, ну, в основном, это был Париж. До войны это был Париж, ну, и Франция, это все-таки была такая империя. Может быть, и Лондон, конечно, но в любом случае, перед войной, вот начало 20 века, это однозначно Париж был центром мирового искусства. И ни о каких там Америках. Америка, это был примерно такой же самый колхоз, как сегодня нынешняя Россия. Или, допустим, Китай. Ну, то есть, это, это может быть большая страна, но это все в плане искусства этих стран не существует. Вот точно так же Америки, как страны мирового искусства, до Второй мировой войны не существовало. Ну, они после Второй мировой войны в основном за счет того искусства, который изобрел, скажем так, вернее, подходы к искусству, который изобрел Сальватор Дали. Он, значит, сумел очень коммерциализировать свое искусство. И это приняли вот-вот коммерциализация искусства, торговля абстрактной живописью, взвинчивание цен. А американец, как говорит, если картина большая, или если она дорогая, это здорово, это хорошо, это хорошая картина. Ну, то по-простецки. Американцы такие, ребята, симпатичные, ну, я вот видел одного американца, ну, взрослый дядечка откуда-то из Техаса, они с женой были. Это было дело в Венгрии в Национальном архиве. Там, значит, они иногда проводят экскурсии. И вот на этой экскурсии были мы с дочерью и несколько американских семей. Вот. Ну, так большая часть семей быстро рассосалась, а этот техасец был очень долго. Вот. А там очень интересно внутри сделано. Там роспись на стенах, фрески, посвященные истории Венгрии, Венгерского королевства еще. Вот. И я к какому-то месту подошел и рукой потрогал. Американец к тому же самому месту подошел и то же самое место потрогал. Вот. Мне это очень позабавило, да, вот такое вот дело. У американцев, видимо, существует какое-то, вот знаете, как вот есть у русских людей есть такое вот преклонение перед Западом. Вот у американцев есть это преклонение перед европейцами. Они считают, что вот истинно культурные люди живут в Европе. Ну, это да, да, да. Ну, как же, ну, как же, искусство Италии, искусство Франции, это для нас, для всех, ну, ну, простите, Пушкин, он же был любителем французской культуры. Он, собственно, творил под впечатлением французских романов. Вот его повести Белкин, это, так сказать, в кратком движении под этим вот он творит. Это уже все-таки такая социальная инерция. Все-таки на сегодняшний момент, конечно, уже Америка это передовая страна в плане. Ну, она в плане экономики передовая, техники тоже. Ну, в плане искусства. Ну, смотрите, Украина тоже одна из самых передовых стран в плане искусства, но это одна из самых остальных стран. Но почему-то очень много великих художников родились на Украине и получили свое образование на Украине. Так что тут экономика с развитием искусства напрямую не коррелируется. Вот еще я смотрел как-то передачу. Вот такой, помните, был еще в эпоху телевидения, был такой усатый ведущий, он все страны мира объездил, русский. Помните? Сейчас, да. Позухов, по-моему. Нет, нет, он потом стал послом в Израиле. Я понял. В общем, такой усатый, да, он так, тараканов там ел и всяких змей. Ну, так вот, он такую вещь, как-то, я его интервью смотрел, и вот он делился своими впечатлениями от того, как он объездил весь мир. И он говорит, один из вопросов, одна из загадок, которые он не может понять, это, что вот есть страны грязные, а есть страны чистые. И это никак не связано с уровнем благосостояния государства. Есть богатые страны и там, как на помойке, а есть нищие страны и там все в чистоте. И вот то же самое искусство, оно напрямую никак не связано с этим вот развитием. Фамилия его, так сказать, Бовин, такой толстяк с усами, Бовин. Не Бовин, но толстяк с усами, но какая-то другая его фамилия, я не помню какая. Значит, не знаю. По-моему, Кожухов, но я могу ошибаться. Ну, в общем, неважно. Главное, что человек, вот главная мысль, которую я сказал, а не кто это сказал. Так вот, Америка. Значит, там появился, там появился вот этот вот новый вид искусства, абстракционизм. Все художники, кроме, все кроме одного, они настоящие американцы. Там только один был. Как же его звать-то? Он из Литвы родом. Вспомните? Литовский. Я не помню. Марк Ротко. Изначальная фамилия Маркус Роткович, но он потом, приехав в Америку, стал Марком Ротко. Марк Ротко, Клиффорд Стилл, Барнет Ньюмен и Джексон Пола. Это такая четверка в каком-то смысле как четверка Битлз, четверка представителей Нью-Йоркской школы. Или четыре всадника апокалипсиса, если хотите. Четыре всадника, да, абстрактного американского апокалипсиса. Алло, алло. Да, я здесь слышно, СБш, слышу, слышу. Скачет. Так вот, вот эти четыре всадника американского абстракционизма, они создали революцию в абстрактном искусстве, они создали вот этот новый стиль, живопись, цветового поля, в общем, о ней много, много можно философствовать, это не тема этой передачи, просто сам факт, я озвучил вам эти имена, еще раз повторюсь, это как имена этих вот евангелистов четырех, их надо знать, просто каждому уважающему себя человеку, еще раз повторю, Джексон Пола, Клиффорд Стилл, Барнет Ньюмен, и Марк Ротко. Значит, вот эти люди, они создали фактически новое искусство, и вот вы тут сюда приплели Сальвадора Дали, я с этой вашей версией не буду ее спорить, возможно, вы и правы, но возможно, у вас с точки зрения вашего видения истории искусства и истории жизни, вы видите такую картину мира, с той точки зрения, как я на это все смотрю, то я вообще считаю, что этот Сальвадор Дали, он вообще не при делах, и что он был, что его не было, он вообще в искусстве это никто, и никакого ни прибытия, ни убытка он не сделал, просто был такой человек, который, это в каком-то смысле, я бы это назвал бы, даже не художник, художник, а театр одного актера, у него жизнь, это был такой реалити, театр, и он просто играл роль художника, я бы это, то, что он делал, его больше бы к театральному искусству отнес, нежели к живописи, то есть, да, как вот такой актер, который создал некий образ такого художника, ну, да, это, это, это вот, вот такое мое видение, а если рассматривать то, что он рисовал все эти его художества, как это все повлияло, или даже его маркетинговые схемы, как они повлияли на ход развития, скажем, вот этого сегмента жизни нашей, как искусство, живопись, точнее, ну, я его вклада не вижу, как бы, ничего хорошего он не сделал, ничего плохого не сделал, ну, был, был, да и был, так вот, что мы дальше, движемся дальше, так вот, интересный феномен, и вот после того, как появились в Америке эти вот абстракционисты, вот эта нью-йоркская школа, они-то и сделали мощный пиар абстракционистов, после, они подняли вот эту волну и начали, начали рыть, начали рыть, и тут вдруг выяснилось, в районе 60-х или 70-х годов, а обратите внимание, что нью-йоркская школа, ее расцвет, это конец 40-х, 50-е, и где-то начало 60-х, вот это 20-летие, мы считаем 45-65, и вот в конце вот этого вот самой волны нью-йоркской школы, тут вдруг выясняется, что а нью-йоркская школа-то, они не пионеры, до них был русский авангард, и русский авангард был переоткрыт, и фактически с точки зрения западного человека, сначала появилась нью-йоркская школа, а потом появился русский авангард, и для них русский авангард это считается более новое искусство, и таким образом тут получается как вот в квантовой физике есть вот это вот как это называется двойственность, что и волна, и частица, и вот получилось так, да, и получилась дуальность такая, и получилось так, что как бы нью-йоркская школа оказалась исторически зажата одновременно и в прошлом, и в будущем русским авангардом с обоих сторон, вот такой получился исторический тянувок. Так, ну вот дальше, потом еще, кстати, параллельно с нью-йоркской школой, может быть, чуть-чуть позднее, в Европе нечто подобное появилось, эта организация называлась Кобра, не от того, что змея такая, ну, понятно, что змея это, что в звучке звучало, но Кобра это имеется в виду, Ко это Копенгаген, Бэ это, по-моему, Бюссель, там, ну, в общем, вот эти какие-то, Амстердам, в общем, те, северная Европа такая, вот в тех краях, там тоже была какая-то группа художников, даже, по-моему, то ли в Копенгагене, то ли, ну, наверное, в Копенгагене, ну, где-то в тех краях, там есть музей, Кобры называется, и там вся эта, братья это выставлено, тоже такой своеобразный стиль, но они как бы полуабстракционисты, там, ну, все равно художники такие бешеные, я бы сказал, есть экспрессия сильная, в общем-то, вот, если так рассматривать всю историю абстрактного искусства, то я бы назвал три таких мощных волны, ну, не мощных, таких ярких явлений, это вот русский авангард, нью-йоркская школа и Кобра. А все остальное, это уже там, знаете, каждый художник сам по себе, кто-то что-то, в общем, кто-то что-то рисовал, куда шло, туда и брело, в общем, так оно катилось, 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 и до сегодняшнего дня докатилось до такого явления, как параметризм появился. и вот этот параметризм, параметризм, я наблюдаю, эта параметрическая живопись появилась, и поскольку сейчас уже эпоха интернета, и уже, вот почему образуется какая-то волна, потому что какая-то группа художников концентрируется в одной точке, они вместе общаются, они смотрят свои картины, и рождается некий такой, вот как это называется, инкубатор своего рода, и там они разрастаются, да, и поэтому таким был Париж, таким был Нью-Йорк, но на сегодняшний момент, или в Германии, там где они там тусили, я уже не помню, Баухаус, да, это были центры, скажем, тот же Копенгаген, центры притяжения вот этого вот художника, но на сегодняшний момент уже такой локализации нет, поскольку есть интернет, и на сегодняшний момент фактически такими центрами притяжений уже является Инстаграм, потому что все сколько-нибудь приличные художники уже себя выкладывают, ну, у них у всех есть аккаунты в Инстаграме, по хэштегам это легко пробивается, всех стиль, и вот вводим параметризм, и, пожалуйста, вот вам целая волна параметрическая живопись, там параметрик пейнтинг, параметрик дроудинг, ну, в общем, в любом случае все околопараметрическое такое, и я вижу, что вот сейчас назревает новая волна, именно связанная с такой интернет-коллаборацией мирового значения, и вот здесь даже художники из Азии появляются, чего не было раньше никогда, потому что они все-таки азиаты никак не могли интегрироваться в это вот европейское сообщество, а сейчас они есть. Так вот, это я вам сейчас как бы сказал, что есть на сегодняшний день, вот это поднимается волна параметризма, и поскольку я сам вот в этом стиле рисую, то, а я рисую в засекреченном режиме уже получается третий год, ну, уже через несколько месяцев я уже все это покажу, уже у меня, я уже вышел на финиш программу, но я наблюдаю за тем, что делают другие, очень внимательно отслеживаю, и вот за эти три года очень сильно волна наросла, и вот получается еще примерно год впереди, когда я буду пиар-компанию свою проводить, то есть еще это нарастет, поэтому я уже так вполне возможно либо на гребне волны, либо уже как бы на таком серьезном подъеме, я когда вынырну со своими картинами вот в этот мир, уже поле будет вот это параметрическое хорошо разогреть, и вот теперь мы подходим к, да, и кстати, чем еще, почему, что вообще этот параметризм, откуда он взялся, это связано с появлением компьютера, появилось вот это вот параметрическое проектирование, появились параметрические модели, есть такая компьютерная программа, она называется как же она Грасхопер, слышали такое название? Нет. Это своего рода фотошоп, только в параметризме, все, кто занимаются параметрика, они это слово знают, Грасхопер, это кузнечик по нашему, только почему, ну в общем, вот так эта программа называется, и она, эта программа создана для того, чтобы проектировать параметрические формы, и сначала эта параметрика проявилась в архитектуре, а потом ее начали рисовать, слово параметризм появилось в 2008 году, оно было, можно сказать, так, институализировано при помощи какого фундаментального труда, который написал Патрик Шумахер, он написал книгу «Манифест параметризма», она есть в русском языке, там как раз и описывается, что же это за такой новый глобальный стиль, и вот в этом новом глобальном стиле, который сначала проявился в архитектуре, теперь он, ясное дело, что и в живописи дорос, и уже есть такие, тоже, опять-таки, как в первые времена абстракционизма, на самом деле художников, которые более-менее умеют рисовать и занимаются параметризмом, их тоже на пальцах можно пересчитать, но это самое ценное, что есть в современном искусстве на самом-то деле, и поэтому все, кто сегодня занимаются параметризмом, они автоматически входят в историю искусства, просто, ну, ты займись этим стилем, ну, конечно, уже поздновато быть основоположником, это я один из основоположников этого стиля, потому что мое первое параметрическое произведение еще там 2004 годом датируется, но даже сейчас, если кто-то зайдет вот в это, ну, это все равно, это вы будете художники еще первой волны, еще как бы, сейчас идет только зарождение, еще, еще такой крупной параметрической выставки живописи ни разу в истории не было, поэтому, в принципе, это как бы мысль художникам, которая меня следует, если вы успеете, скажем, заявить о себе как художник и примите участие в первой мировой параметрической выставке, то вы будете считаться основоположниками параметрии, так что вакансии на роль основоположника параметрии еще пока что открыты, ну, и теперь, что в будущем, теперь мы подходим, что будет в будущем, что будет в будущем, конечно, мы не знаем, но какой будет новый стиль после параметризма, мы тоже не знаем, но какой-то да будет, потому что, как говорил вот этот вот справный вояк Ашвейк, никогда еще такого не было, чтобы ничего не было, и вот в горизонт, когда мы всматриваемся в будущее, что я вижу, вы, наверное, слышали о нейросетях, которые уже рисуют. Конечно. Да, есть, значит, два таких вот я бы, у меня тоже, это вы можете найти у меня на стене фейсбука, у меня там есть картины одного новозеландского художника, которые были нарисованы при помощи нейросети, но это было нарисовано в коллаборации с нейросети, то есть смысл такой, что он этой нейросети давал задание, нарисуй-ка ты мне то-то, и эта нейросеть рисовала их, и он уже из всего, что ему нейросеть рисовала, он уже отбирал наиболее красивые картины, а нейросеть наверняка ему там десятки тысяч отрисовала этих картин, может быть, даже и сотни тысяч, и он из них сам вручную выбирал самое лучшее, и вот там действительно есть такие нехилые произведения. Другой метод это есть конкурирующие сети, это значит берется две независимые нейросети, и одна другой начинает рисовать картину, и одна как бы да, там получается одна нейросеть это художник, а другая нейросеть это зритель, и задача нейросети художника обмануть нейросеть зрителя, чтобы нейросеть зритель подумал, что это картина настоящего художника. Вот такой состязательный метод. И вот таким методом уже были нарисованы некоторые картины, но они пока что еще в реалистическом стиле, но не за горами то время, когда вот эти состязательные нейросети будут рисовать и абстрактные. То есть техника дошла уже до того, что в принципе нейросеть сама может рисовать картины не хуже художников по большому счету. То есть любой, даже не среднестатистический художник, а любой профессиональный художник просто нейросетью убивается, потому что его картины становятся ценными исключительно как хендмейк, а так как произведение искусства оно ничуть не лучше, чем нейросеть то, что делает и пока что единственная нейросеть с кем не может конкурировать. Нейросеть не способна конкурировать с гениальными художниками. Вот тут уже нейросеть не тянет. Поэтому нейросеть фактически убивает, вот как раньше фотоаппарат убил всех художников, которые на самом деле занимались не искусством, а просто были живыми фотоаппаратами. Вот этот вид был убит фотоаппаратом. Потом фотошоп добил вот этих художников, таких оформителей. Следующий этап всех вот этих художников, которые там стоят на Крымском валу вдоль набережной, они будут убиты сейчас с нынешними нейросетями на раз-два. и а чем же будут заниматься гениальные художники? То есть вот например многие говорят, я не буду за себя говорить, потому что считается, что самому себя нахваливать нехорошо, и вообще мне слово гений как-то не нравится, но среди многих авторитетных деятелей искусства, знатоков искусства, многие люди меня называют гениальным художником, поэтому я этот факт озвучу, и если допустим предположить, что я и есть вот этот гениальный художник, то я со своей колокольней мыслю так, для чего вообще мне нужны будут эти нейросети? Это своего рода как я буду нейросети, в чем моя гениальность будет проявляться, то есть в чем я как мыслитель, как художник. Самое сложное будет это придумать задание для нейросети, то есть предать ей направление, в каком направлении рыть. И вот я говорю, например, нейросеть, а ну-ка ты рассмотри, попробуй копнуть в том направлении. Наверное, там есть шедевр. И эта нейросеть начнет копать, 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 и предоставлять мне варианты, варианты. А я на эти варианты буду смотреть, а ну-ка уточни, а ну-ка левее, правее. И в конце концов нейросеть под моим дирижерским руководством какой-то шедевр отрисует, и мне только останется как художнику взять это и вручную повторить, чтобы был настоящий хендмейд, а не компьютерная графика. Хотя, учитывая, как развиваются вот эти роботы фирмы Boston Dynamics, то в принципе и обычные вот эти вот андроидные роботы скоро смогут рисовать и вообще берет в руки карандаш, рисует, там вообще получается не отличишь это нарисовано человеком или роботом. Но я думаю все равно разница будет между человеком и роботом, и это может быть будет следующий этап, но самое главное, что вот какой смысл нейросетей? Это вот есть у нас глубокий космос, который до появления телескопа Хаба вообще не видел. То есть астрономия существует столетия, но только запущенный в 90-х годах Хаббл, он нам действительно показал всю вот эту красоту космоса. Я правильно рассуждаю? Да. Вот то же самое появится некий такой Хаббл, только нейросеть, которая сможет заглянуть вот в эти черные невидимые глубины абстрактного искусства и вытащить такие абстрактные композиции, до которых никто не может додуматься у нас из людей. И вот весь этот массив абстрактного искусства, который в виде абстрактной живописи, также абстрактного искусства в виде музыки, то есть музыка это же мелодия, это по сути абстрактная композиция. Казалось бы, у нас огромный массив произведений искусства, но это, считайте, что это ничто по сравнению с тем, что выдаст вот этот Хаббл нейросетный, который вот в эти дебри абстрактного космоса заглянет. Поэтому то, что у нас есть сейчас, это ничто по сравнению с тем, что у нас будет. И если мы зайдем, если не обрушится наша цивилизация и в конце 21 века мы зайдем в музей современного искусства, то мы там обнаружим такие картины, что ну все вот эти нынешние всякие лувры, третья копки и так далее, но это будет выглядеть просто как детский сад, как джаз против нирваны и лимбискет, если уж так совсем уже просто. И еще такой момент я пропустил немножко. это значит какие музеи современного искусства есть, как происходит институализация искусства. То есть то, что русский авангард и как это называется, он же Кобра и Нью-Йоркская школа, это все выставляется в музеях современного искусства. Museum of Modern Art. Потом появились музеи вот то, что было нарисовано уже где-то в 80-х, 90-х годах. Это уже ну может в конце 70-х, но в основной массив 80-е и 90-е это Museum of New Art. Таких музеев на территории Савкани нет. А есть еще совсем новая волна. Это в Нью-Йорке открыли несколько лет назад. Museum of New New Art. Это вообще уже совсем новое. Это уже наверное может быть даже или после 2000-го или после 2010-го. Но там дело не в цифрах, а в самой стилистике. То есть то, что рисуют сегодняшние художники, в том числе и я, если это соответствует современности, то есть как бы художник ценен тем, что он рисует вот именно находится на переднем рубеже авангарда. То есть я-то точно нахожусь на этом переднем рубеже. В общем это все уже классифицируется как Нью-Нью-Арт. Ну это я вам объяснил, чтобы вы просто знали, поскольку у нас не только история искусства вообще, но и вот некоторую такую частность. То есть тот период, в котором мы сегодня живем, с точки зрения музея ведения такого, или искусствоведения такого общепризнанного академического, называется период Нью-Нью-Арт. Наверное, следующий период вряд ли будет называться Три-Нью-Арт. Наверное, придумают какое-то новое слово. На то они и искусствоведы, чтобы все эти слова придумали. На этом все. Благодарю за внимание лекции о культуре. Все-таки что же будет перед концом света, как будет выглядеть искусство? Я так ожидал, что все-таки вы подведете к тому, что в конце концов невиданное падение под видом невиданного взлета или невиданный взлет под видом невиданного падения? Я вам как физику могу задать вопрос, что если был большой взрыв, а как вы представляете апокалипсис? Разрыв мы его представляем, потому что в общем-то говоря, пространство как бы расширяется ускоренно. В конце концов сейчас это расширение заметно на расстояниях сотни мегапарсек, это так сказывается, а когда-то это будет заметно на расстоянии ангстрем, и тогда разорвется сначала атомы, потом атомные ядра, потом... Я вашу идею понял. Значит, я выскажу теперь свою версию, как я вижу искусство перед апокалипсисом. Значит, смотрите, я считаю, что искусство это высшая форма вообще деятельности человека. Не в обиду вам будет сказано, но художник-абстракционист это покруче, чем физик-ядерщик. Да, конечно, конечно, гораздо круче. Да, так вот, или музыкант тот же самый. Так вот, что я хочу сказать, что искусство это своего рода... Вот что мы вообще художники, чем мы вообще занимаемся? Мы своего рода создаем некое лекарство, это не развлекуха какая-то. Мы помогаем вам, людям, ну и, конечно, для этого мы сами должны уметь это делать, но сначала мы входим в контакт с Богом, а потом через посредство этих картин вы можете в этот контакт с Богом войти. И когда, рассматривая мои картины, или там картины Ван Гога, Рембрандта, или слушая музыку Нирваны, Лед Зеппелин, Бетховена, Чайковского, вы входите в кон... Мы все, мы входим в контакт с Богом. И вступая в контакт с Богом, или становясь ближе, по крайней мере, это как лекарство лечит человека не только от коронавируса, но... или других болезней, но и просто лечит психику. Вот, например, был такой случай, когда я жил в Англии, у меня был очень-очень тяжелый период жизни, и я как-то вообще, ну просто на меня со всех сторон все навалилось, и я думаю, а ну-ка, я послушаю просто музыку, может час, может два часа, я просто послушал акустический альбом группы Корн. И все, после прослушки у меня все, у меня в голове все перевернулось, у меня перевернулось сознание, у меня изменили все планы, я заново взглянул на ту жизненную ситуацию, в которой я нахожусь, и как барон Менхаузен сам вытянул себя за волос. Так что вот миссия искусства в конечном счете, то есть мы фактически художники великие, это как великие монахи, это как такие Серафимы Сокровские и другие всякие блаженные Амгустины, только все-таки вот когда мы говорим о таких святых людях, с одной стороны, да, они там может руку наложить и болезнь излечить, но им можно там помолиться, как говорят, ходят на могилу Матронушке и вроде бы как исполняются просьбы, но это как бы одно, но тут все-таки у нас другой жанр, тут как это говорится, что там возьмешь в руки, маешь вещь, вот примерно тут, когда мы имеем дело с такими артефактами в твердом материальном это своего рода такая наивысшая технология какого прямого контакта с Богом вот именно через вот эти вот через объект художественного творчества это своего рода в каком-то смысле это некий мессенджер через который происходит общение с Богом и даже я бы сказал не только мессенджер а может быть даже вот еще может быть сейчас выскажу гипотезу чем отличается хорошее искусство от плохого искусства например или не пойми какого что вот художник он фактически стену пробивает с тем миром который по ту сторону находится и по идее задача хорошего художника сделать так чтобы вот этот спам защиту поставить то есть чтобы окно открывалось но через него демонические силы не шли а получается как бы только если человек выходит через произведение искусства на контакт чтобы он шел на контакт с Богом а не с дьяволом но это опять-таки как версия и опять-таки тут а кто я такой чтобы вообще ну как бы с одной стороны вроде бы и можно добро от зла отличить а с другой стороны бывает это не всегда так просто и в конечном счете возможно но это опять я сейчас рассуждаю и на ходу импровизирую поэтому все что я говорю может быть я сам буду через пять минут считать полным бредом но я просто эту мысль выставлю что возможно надо нам просто открывать окно в тот мир а там уж человек самостоятельно в меру своей распущенности он либо столкнется там с чертями либо с божественными сущностями это в зависимости от того ну какова его природа потому что вот смотрите такой простой момент вот через искусство можно зайти в тот потусторонний мир и ты сразу только через хорошее не через попсу какую-то галиню а через настоящее такое искусство например в качестве такого примера приведу если живопись это Ван Гох Рембрант если музыка это например Нирвана Лед Зеппалин Лим Бискет Пинк Флойд Секс Пистол это это музыка которая действительно вот выкидывает человека на ту сторону а там уж с какими сущностями он столкнется таков он и есть если человек умирает после смерти уже все в ад попал и все и сразу на сковород а тут при помощи искусства есть возможность перегрузиться в тот потусторонний мир и протестировать самого себя вот если ты слушаешь Нирвану и тебе и у тебя или металлику там и у тебя это ассоциируется с чертями то скорее всего после вот этого биологического умирания человек попадает в ад на сковород потому что вот например у меня при прослушке вот этого всего этого рок-н-ролла у меня возникают только позитивные мысли и только я чувствую что проваливаясь через то скажем ту грань неведомого я контактирую с божественной энергией в общем-то вот вот такая вот мысль понятно то есть искусство оно перед концом света те кто к нему прикосновенно отправит в рай а остальные просто подохнут а да 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 это же я сбился с мысли так почему то есть перед концом света способ вот при конце света отправиться в рай не я просто к чему хочу что перед концом света и дальше я считаю что искусство будет и дальше развиваться и просто да это как бы инструмент надо же будет зерно отделять да это это инструмент который поможет и людям отфильтроваться и богу отфильтровать и вот еще такое важное замечание хочу сделать обратите внимание рок-н-ролл сегодня ты играй он играет джаз а завтра родину продаст советский союз это все началось джаза потом это в рок-н-ролл перелилось всякие потом и все это дичь на самом деле почему советский союз очень страшно не любил этот рок-н-ролл почему советская власть потому что советская власть ну как совершенно сатанинская власть совершенно понимала чем это чревато для нее и вот обратите внимание на такую вещь что вот когда говорится о рок-музыке у среднестатистического советского человека мы сейчас говорим о советском возникает впечатление что это какой-то сатанизм это сбой это какой-то мрак потому что на западе это совершенно не так там группы типа допустим ну короче вот этого великого рок-н-ролла они там на самом деле они пользуются такой же популярностью как какой-нибудь там Филипп Киркоров Дима Билан и все вот это вот попсовое Алла Пугачевщина так вот смотрите какая интересная вещь что если советскому человеку кажется что вся эта рок-музыка это есть проявление адской музыки это говорит о том что основной массив советского населения после смерти просто тупо попадет в ад вот на этом живет очевидно на этом ярком месседже я хотел бы остановить все понял все понял все понял вашу позицию спасибо большое вы очень хорошо ярко образно ее изложили ну вот надеюсь зрители оценят это по заслугам поставят нам лайки а мне пришлют деньги да спасибо вот видите я вот стараюсь для вас ну сам нашелся на самом деле я особо не искал художник нашелся сам да спасибо дорогие зрители не забывайте поддержать меня привет Украине я хочу напоследок еще один месседж последний давайте пошлите нас пошлите да в прошлом видео я делал такую пародию на ваш перформанс типа того что не деньги собираю я а портфолио которое мне надо присылать на мессенджер вайбер там ватсап и все остальное давайте так вот представьте так вот ну я конечно так и думал но видите ни одна значит вот это вот страшное слово на букву Б не прислала мне ни одного портфолио ну это как следовало ожидать все понятно ну всех благ да останавливаем запись пока пока